В Нягоне на народные спонсорские средства в Центре реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья построили адаптивную площадку. Теперь воспитанники медико-социального учреждения смогут заниматься спортом на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени. Инструкторы разработали для них специальную программу. Радость особенных ребят не имеет границ. Эта площадка для них настоящий подарок. Условия для реабилитации созданы максимально комфортные. Теперь появилась еще и возможность заниматься спортом. В Нягонском Центре ежегодно проходит курс лечения и восстановления свыше тысячи детей и подростков с ограниченными возможностями в здоровье. Специализированные услуги получают нягонцы и жители Октябрьского района. Для них десятки программ и проектов. Свою работу Центр продолжает совершенствовать. Организация адаптивной площадки тому подтверждение. Это очень большое дело. Мы этому рады, счастливы. Потому что тренажеры для развития, для физической нагрузки, они очень нужны. Тренажеры для детей разного возраста. Оптимальный комплект оборудования для ребят с различными видами заболеваний. Инструкторы разработали универсальную программу и комплекс упражнений для скорейшего выздоровления, да и просто хорошего настроения. Крытая адаптивная площадка будет работать с ранней весны до поздней осени. Это сделано со всеми требованиями безопасности. Это первое, о чем мы думали. Это безопасно должно быть. Второе, это эффективно должно быть. То есть два критерия, которые мы преследовали. Безопасность и эффективность. Я считаю, что мы их достигли. Инициаторы уличного комплекса – родители. Стоимость полмиллиона рублей. Первый взнос 145 тысяч собран на благотворительном концерте. Далее к проекту «Бумеранг добра» присоединились предприниматели и сотрудники частных компаний. Они помогли со строительством площадки, закупкой и монтажом спортивного инвентаря. У нас есть губернаторские гранты, у нас есть гранты президента. И именно в сфере создания условий для людей с ограниченными возможностями, для их социализации, для того, чтобы они могли выйти на улицу, для того, чтобы они могли участвовать в культурных проектах, спортивных проектах. Это важно, потому что эти инициативы отходят не только от госорганов, но и от людей. В Нягоне живут почти 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в городе больше года работает игровой комплекс «Остров желаний», который также построен на народные средства. Новая площадка названия пока не имеет, но воспитанники обещали обязательно придумать ей имя, такое же яркое и запоминающееся, как она сама. Татьяна Герт, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягонь.